Не словами, а жестами. С помощью жестикуляции тренер учит спортсменов главным приемом. Язык жестов является основным средством общения мастеров со спортсменами. Этим особенным людям, которые, несмотря на трудности, нашли себя в спорте, нужен индивидуальный подход. Очень трудно. Если ему скажешь 5 раз сделать, он 10 раз. Если нашим ребятам скажешь делай 20, он сделает 10. А им наоборот. Скажешь 10, он 20. Надо останавливать. Со временем я с ними лет 10 работаю. Сложность как-то пропадает. Наоборот, получается легче становится работать с ними. И даже удовольствие получаешь. И стремишься. 10 лет назад Фархад Ушуров тренировал только одного слабослышащего спортсмена. А сейчас он является почетным мастером 35 спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Как признает мастер, вначале было трудно. Во-первых, необходимо было освоить язык жестов и понять их психологию. Но со временем, благодаря сильному упорству и стремлению спортсменов, сложный путь все же был преодолен. Смадияр Джумакадыров, будучи еще школьником, принимал участие в крупных международных соревнованиях и занимал первые места. А в соревнованиях среди взрослых с Олимпиаде, проходившей в Бразилии, он стал обладателем бронзовой медали. В клубе 10 лет занимаюсь. Моя цель – получить золотую медаль на Олимпиаде. Для этого я очень упорно занимаюсь. Необходимо развивать спортивную культуру среди глухих и слабослышащих. Надеюсь, что чемпионов среди сурдоспортсменов станет больше. Кыргызстанские сурдотеквандисты выходят на международный уровень, тем самым доказав, что нет ничего невозможного. В прошлом году наш соотечественник Азамат Мавланов защитил честь страны, завоевав серебряную медаль сурдолимпиады. Сурдоспортсмен, излучающий луч надежду. Так между собой называют Азамата Мавланова – тэквонгисты, потому что он неустанно делится с воспитанниками интерната опытом, полученным на тренировках и на международных соревнованиях. Тем самым дарит им надежду, вдохновляя на победы и добрые поступки. Хочу, чтобы дети в интернате больше развивались, поэтому я их тренирую. Спорт – это мой образ жизни, а это мое здоровье и интеллект. Я хочу внести свой вклад в развитие Кыргызстана. Практика, труд и упорство – это жизненные принципы 18-летней Бермет Марсбековой, на основании которых она строит свою жизнь. Ее цель – пополнить копилку Кыргызстана золотой медалью на Олимпиаде. В прошлом году Бермет выиграла бронзовую медаль на сурдолимпиаде. Я участвовал в последний раз в Бразилии на сурдолимпиаде. Третье место было уже в первый раз. В чемпионат Азии готовился. Хочу выиграть золото. В клубе тэквондо более 10 глухих и слабослышащих спортсменов. Они тренируются вместе со здоровыми тэквондистами. Эта практика применяется для понимания их возможностей и особенностей. Ребята, которые тренируются вместе с ним, они тоже знают определенный набор жестов и уже даже могут друг с другом общаться без преград. Все ребята дружат, они болеют, переживают, поддерживают, помогают друг другу. Они все как одна единая целая команда. В Кыргызстане впервые пройдет чемпионат Азиатско-Тихоокеанского региона среди глухих. На большой арене около 300 глухих спортсменов, более чем из 10 стран мира, будут соревноваться в четырех видах спорта. Тэквондо, дзюдо, греко-римской и вольной борьбе. Напомним, сурдолимпийские игры пройдут по правилам здоровых спортсменов. Одно только отличие. Вместо звуковых сигналов будут визуальные. Продолжение следует...